Привет, зрители! Сегодня с нами новый Hyundai Solaris. Я подвожу итоги большого тест-драйва. С утра автомобиль взял, вечером я его верну, а это финальное видео, в котором можно... Привет, зрители! Я только что съел комара, и это моя единственная еда за целый день, потому что с утра до вечера я катаю новый Hyundai Solaris для вас. Автомобиль получил обновление, рестайлинг Это повод с ним познакомиться вновь Тем более видео про автоматическую версию Нового Соляриса Второго поколения я не снимал Пожалуйста, в рестайли сегодня оценим Отмечу, что если вы выбираете Автомобиль Hyundai вам В автоспеццентр Hyundai Внукова Новый Солярис и весь модельный ряд Hyundai Там доступен, пожалуйста Ссылки в описании, задняя полусфера вам всегда напомнит Куда обращаться за новыми Автомобилями Hyundai Ну а мы продолжаем Трассу, надеюсь, вы уже посмотрели И оценили возможности автомобиля Здесь постараюсь Подробнее оценить то, на что не обратил Внимание тогда Во-первых, конечно же, это новый ключ Это очень здорово Потому что появилась возможность Автозапуска Закрываем машину, проверяем, что это будет работать И долго жмем, соответственно Хопа Завелась Оживают приборы, машина Доступна, да Доступна к прогреву Доступна к поездке При этом она закрыта, да Да, все четко Пользуйтесь, пожалуйста Опция классная, опция интересная Разблокируем Ключ вообще стал премиальный Хороший, да Сантафе позавидует, что называется Ну а теперь С того, что у нас здесь Во-первых, кстати Есть и беспроводная возможность Удаленно открыть багажник Ну, в данном случае машина заведена Поэтому у нас это не получилось бы Но В остальном Багажник по-прежнему Хорош Ну, обратите внимание Постараюсь поглубже нырнуть Чтобы контрсвет не мешал Единственный Плафончик сверху И возможность Как закрепить, наверное Глушитель, да Глушитель Господи, какой глушитель Под конец дня У меня уже все Мысли в куче, да Думаешь О, машина заведена Значит, надо там Двигаться Это вообще прикольно Кстати, напишите, как вам такие тесты Когда я беру машину с утра Это такая симуляция Пресс-тура По большому счету Но Лучше, наверное, сделать так, да Пускай говариваюсь порой Пускай Ну Откроенно Лепя Лепя Ерунду Но Тем не менее Попробовать Рассказать про автомобиль То, что я думаю И как вообще Что с ним происходит Вот еще и скоро поехал Вообще великолепно Времени решительно не хватает Думаешь Господи Давайте я Заглушу Чтобы она Расходнее Дорогие зрители Бренд Торк Производит Качественные элементы Подвески Амортизаторы Пружины Стойки стабилизатора Рычаги в сборе А также шаровые опоры И стандартные блоки Отдельно Финский бренд Торк Не предлагает Варианты тюнинга Он производит Запчасти с характеристиками Которые заложены При проектировании Автомобиля Клиренс Грузоподъемность Правильную работу Подвески А главное Комфорт В движении Вся продукция Проходит обязательное Тестирование И соответствует Основным требованиям Сертификата Менеджмента Качества ISO 9001 И TS16949 Позволяющие Поставлять продукцию На конвейеры Уникальное приложение На рынке От компании Торк Комплект Сайлентблоков Для ремонта Задней подвески Популярных Марк автомобилей Отличное решение Для экономии Деньжных средств Что сейчас Крайне актуально Взамен полной Дорогостоящей Замены Всех рычагов Вы получаете Комплект Сайлентблоков Для их ремонта В результате Достигается Экономия До 25 тысяч Рублей На одном Автомобиле Торк Это честная Гарантия Один год Или 40 тысяч Км пробега Ссылки В описании Торк Комплексное решение Для подвески Вашего автомобиля Вот так Правильный критерий Новая блестящая Значит Суперская Так Попробуем еще раз Машина заглушила И Оценим возможности Hyundai Solaris Обновленного Что у нас здесь Так Настоящая Полноразмерная Запаска Причем На литом диске Это здорово А вот Шумоизоляция Да Можно сделать побольше Вы видите Есть гаситель Виброгаситель Да Но Любителям Большего комфорта Есть куда Приложить свои Усилия Так что у вас все получится В остальном Ну багажник и багажник В целом Интересно Есть ли здесь Фиксирующие элементы Для чего бы то ни было Ну кроме вот этих вот Резиночки Я кстати Ничего не вижу То есть Скоб нет Скоб нет Реально Ну реально Кстати Скоб нет Интересная особенность Да Багажника У Солериса Тут реально Нет скоб Что удивительно Но окей Зато есть То чего нет У новой Сонаты Это удивительно На самом деле То есть ручка Я думаю Что в ревизе Ближайших Сонаты Появится Ну было удивительно Когда топовые машины Два раза более дорогой Нет Закрывашки Двери затка А вот Кстати Камера Хорошо Оп Крепите номерной знак Более Жестко Да Здесь он кстати Вообще Видите Почему то За Саморезы Уходит Забавное Крепление Ну окей А это Где относится Просто многие спрашивают Ооо Трещит Почему трещит дверь При захлопывании Ну в данном случае Крышка багажника Ну вы понимаете Да Что если у вас будет Такой номерной знак Трещать То вы это будете слышать Так что имейте ввиду Друзья Порой Причина шумов Это не повод Там делать шумоизоляцию Еще что-то Это всего лишь Необходимость закрепить Номерной знак Имейте ввиду Просефите Самая крутая Самая топовая Комплектация Которая Конечно Меня удивила Прежде всего названием Не тем что здесь Есть приятные Фишки А Причем тут Сейфите Да Это же безопасно всегда Когда думаешь о сейфите Предполагаю Что здесь какие-то системы Обнаружение пешеходов Автоторможение Еще что-то Но Подобных функций Я не обнаружил Если они есть Напишите Возможно я не прав Но тем не менее Имейте ввиду Просефите Это прежде всего Элементы Стайлинга Элементы Допытного комфорта Посмотрим Что у нас здесь сзади Во-первых Подогрев Это хорошо Это приятно Сейчас Требуется Да Это уже По сути Требование Для всех автомобилей Кроме Наверное Самых доступных Возможно Уж в классе А их точно нет У бэшек У всех Уже есть Проверял диван И это правильно Это хорошо Возможно Сложить спинку Есть Кстати Но как видите Для этого Нужно вам будет Подвинуть сидение Я высок И Не складывается Не складывается Но можно Можно схитрить Можно снять Так вот Подголовник И все у вас Сложится как нужно Здесь небольшая ступенька Но это не важно Потому что Седан все таки Для того чтобы возить Супергрузы Вы всегда можете Для этого выбрать Другой тип кузова Как говорится Но не в случае С С С Раньше были У первого поколения В кузове Хэтчбэк Ну а теперь Только такой вариант Попробую сесть Сам за собой Как получится Ох С трудом Да Это Действительно Сложная задача Если вы Высокий И вам водить Семью То Возможно Нужно подумать На тему Кроссовера Действительно Не разгуляешься Единственный Блестит Разъем ЮСБ И Вот Все Вся радость Сзади Для задних Пассажиров Не разгуляться Плафончик Правда Есть И это Хорошо Это Приятно Ну и крючочек Для того Чтобы Что-нибудь Повесить Но Про риф Я уже Говорил Так что Делайте Выводы Относительно Размеров Внутри Они кстати Не изменились И Рестайл Никак На Размеры Салона Не повлиял Совсем Посмотрели Убедились Теперь Перейдем К Моторному отсеку Посмотрим Что там Итак На самом деле Это действительно Рестайл Скорее Фейслифт Обновление Элементов Стиля И более того Линейка Моторов Та же самая 1.6 1.4 100 сил 123 сил То же самое Сочетание Трансмиссии 6 передач У вас Что в случае С механикой Что в случае С автоматом Это здорово Удобная заливалка Для Разнообразной Жижи Она кстати Кончилась Надо будет Залить Ох какой Навьё Блестит Да генератор Приятно А Приятно Чёрт возьми Но Упор то где А Нет упора Увы Это прям Сразу Минус Для сравнения Прямого А где он Кстати Держится Как А вот так Окей Ну а так Чё смотреть То да Всё мы знаем Про возможность Саверисса В случае С механикой Выезжает Из 10 секунд Вполне Быстрая машина Ну а в случае С автоматом Можете посмотреть По паспорту 11.2 Вполне Достаточно Для большинства Главное Конечно То что Передняя часть Классно Изменили Диодный свет При этом Есть здесь И обычные лампы Соответственно Ну и Решётка радиатора Кажется Пальш радиаторная Решётка Потому что Настоящий радиатор Там где-то В глубине Тоже хороша Смотрится здорово Прямо Заслуживает машина Н-версии Мне кажется Ну Агрессия Агрессия Есть современная Это хорошо Это правильно Двигаемся дальше Далее И теперь у нас Место За рулём Вы уже убедились Что машина С автозапуском И это здорово Ну а теперь Следующая история Будем смотреть Что у нас здесь Посмотрим Немножко подвинуться Солнце Прямо спустилось И через Бьёт Через Деревья Что здесь Обновления Обновления Мультимедиа Бросаются в глаза Рвётся Вентилятор Активно Сделать комфорт В салоне Но как видим Из-за этого Слишком много шума От напора Воздуха Делаем его потише Для разговора Ну а так работает Корректно Климат в авторежиме Проблем я не заметил Тут и зимний пакет Есть Все необходимые Кнопочки в наличии Подарев лобового Подарев руля А вот руль Да Руль хорош Ну а главное Отличие Официально Круиз контроль Мне многие писали Что мол Есть вариант Круиз контроля Если сам докупаешь Ставишь Ну вот Наконец-то У Хёнда Появился Круиз контроль В базе Правда Не адаптивный Но всё равно Это здорово Расход Входит Т-108-9 литров Это на самом деле Мало Машина Не обкатанная Я что называется У неё первая И педаль Давно нещадная Но при этом Расход Совершенно нормальный Он даже низкий И это здорово Вот так вот работает Автомат С мотором Хёнда Прям гармонично Потому что режима Здесь нет Ни спорта Ни какого-то ещё Кроме мануального Всё Так что Драйв жмёшь В эко режим Уходит Со временем Связка двигателя Коробка И не балует Высокими оборотами Ты потихонечку едешь А хочешь Быстрее приходится В кикдаун Уходить Не всегда что-то делаешь Вот такие вот Хитрости От Хёнда Далее Многие спрашивают Ну про сэйфить Что такое А вот это вот Да Кожаный салон Плюс вставочки Красные Причём что интересно Сначала красного много А потом оно Куда-то тает Да И растворяется Где-то в кнопке Старт-стоп И обравление И всё Вот тут не хватает Прострочки Как я уже понял По тест-драйву На трассе Ну Немножко В стиле Не то что не смогли Да Немножко в стиле Не додержали Не додержали Здесь классно Это прострочка Видите Прям просится Эндлайн Пухлый руль Здорово Лежит в руках Великолепно Отдельно Отдельно Я его Как галочку Опцию С доплатой бы Устанавливал Ну корица Как всегда Фиксация Фиксация Доплата Только за цвет Может быть Остальное Выбирайте Из Обилия Версии Что здесь Здесь очень интересно У нас Возможность Проверить Обновленную Мультимедиа систему Посмотрим Как она работает Снизу Все то же самое Мы видим Два разъема Под питание 20 вольт И USB разъем Один Настоящий Ну вы всегда Можете его размножить Благодаря Разнообразным адаптерам Так Вытаскиваю я Кабель Все при вас Делаю Для того чтобы Максимально Видели Что Все естественно Все по настоящему Включаю Систему И что происходит Тут скажут Ничего не происходит Почему ничего не происходит Потому что нужно Поставить галочку Вам нужно обязательно Поставить галочку Сделать надо заранее Если вы включаете Яндекс навигатор Вы не можете Включить Apple CarPlay Это удивительно Android Auto Тоже соответственно То есть Вот приходится Такие делать Сложные перетрубации Либо Яндекс Который Все перебивает Либо Apple CarPlay Соответственно Но А Хорошо Как работает Яндекс Можете посмотреть На трассе Сегодня мы поговорим Именно про Реальный Железный алгоритм Да Через кабель Передается Неудаленно В i-Fi К сожалению Пока нету С точки зрения Именно передачи По протоколам Автомобильным Все работает Хорошо Без нареканий Музыку слушать Можно Заряжаться Можно Возможность Тоже есть Без вопросов Ну единственное Что удивляет Выдающаяся часть Явно Не Как не вписывался В заготовку И решили Делать Накладку Сейчас это не Скажем так Не является Чем-то страшным Да и постыдным Помните Мерседесы Где хочется Вырывать дисплей Но все равно Многие говорят Нам прежнее решение Которое было Там на Elantra На Sonata Больше нравилось Но сейчас В другие времена Видите Большие дегонали Требуют Больших панелей И Переформирутировать Все полностью Не стали Так что Имейте ввиду Дисплей Поддержка Сверхопротоколов И Слава богу В остальном Привычно На самом деле Мультимедиа Wi-Fi работает Кнопка Избранная Есть Можете ее настроить Соответственно Все окей Что называется В общем К Мультимедиа Вопросов Нет Ну может быть Хотелось бы Чтобы она была Более модной Да Здесь видите Рамка И рамка Воспринимается Таким Олдскулом Хотелось бы Чтобы она была Заподлицо Ну это Мои хотелки Бог бы С ними В целом Вполне Гармонирует С условно Выпуклым интерьером Снизу Он такой Про что еще Хочется сказать В целом У нас здесь Из электроники Действительно Ни мертвых зон Нет контроля Ни чего-то еще Почему про сейфити В общем-то Знают Напишите Я не знаю Так у нас тут Ну следы Карантина Конечно есть Прокладочка Здесь Ну не очень видно Да Но тем не менее Мягенькая Все продумано Здесь тоже есть Это хорошо Можно положить телефон Правда Ну скорее Лучше его Класть на подставку Здесь кстати Есть идея Как ее улучшить Потому что Она беспроводная Зарядка соответственно И получается Что Она захватывает И ты не можешь Подключить кабель То есть нужно прорезь Я Продобочеку напишу Пускай они Улучшают ее Соответственно Ну а мы продолжаем Рассказ про автомобиль Я сейчас спрячусь сюда Тут просится Тут есть кстати место Под разъемы USB Почему В ходе Престайла Не стали Изменять Расположение И добавили USB внутрь Чтобы телефон Можно было Всего бросить Ну я не Не очень понимаю Наверное Решили как-то Дополнительно Отформовать Окей Поговорили Посмотрели Видите Расход уже Вырос до 9 литров Ну Надо ехать Не нужно стоять Поэтому Вперед В путь Основные опции Я вам сказал Ну и кресло Кожаные Как они Тут есть Кстати Знаете что Тут есть Валик То есть дополнительная Галлировка Позволяющая сделать Езду Более удобной Так что Давайте мы Приступим Давайте посмотрим Как нам Продолжить Маршрут Google Интересно Так Автоспеццентр Хи А вот Автоспеццентр Внуково Большая группа Компании Поэтому все время Хочу Поехать Куда нить Еще Выбор Огромный Дверьских Центров Автоспеццентр Внуково Я не вижу Никаких мест Да что-то Куда вы хотите Попасть Автоспеццентр Внуково Одну секунду А еще одна фишка Возможно Она к интернету Не посвящена Секундочку Дожавайте Включена Могу предложить Такой вариант Аэс Ценитин Внуково Официальный дилер Директор Казмазова Дайте мне знать Если хотите Позвонить В один из них Или проложить маршрут Поехали Начало маршрута В пункт назначения Аэс Цехандр Внуково Официальный дилер Двигайтесь На юг По дороге Проезд Первый Белокаменный Норм Работает Все Все работает Все хорошо Так Остается нам Двигайтесь Двигайтесь На юг По дороге Проезд Первый Белокаменный Звук Выключен Все нормально Работает Работает Отлично В общем По обновлению У меня особо Вопросов нет Есть другой вопрос Который нужно Конечно Оценить И многие Сейчас откроют За руты И скажут Да ладно Вот так Вот и так Новый рестайлинг седан Поближе Чтобы было видно Посмотрим Цены Начальная версия Это автору Удобнее просто смотреть Перелистывать Врут часто Поэтому проверяйте Обязательно И за мной проверяйте И за разными источниками Тоже Лишь официальный сайт На момент того Когда вы смотрите Это видео Может вам помочь Итак Тут у нас База 1.4 775 тысяч рублей О как Видите Саяли Стал стоить Ну есть АТшка Кстати АТшка Кончается Где у нас Актив Плюс пакет Кондиционер Ну а дальше Уже придется Брать Уже 1.6 Соответственно И мы доезжаем До нашей версии Про сейфти Сколько она стоит Миллион Двести шесть На дату Рассказа Про автомобиль Согласно Автору Есть Наверняка Какие то Допусловия Возможно У вас получится Их получить Поэтому я не люблю Про цены Говорить Но они все время Доменяются Черт возьми Очень Очень Нестабильны Поэтому Проверяйте Всегда Жене привет Да Пишу Не пиши Я рассказываю Людям про автомобиль Окей Возможности Да Тут все в целом Есть До жизни До зимы Точно все есть Чего добавить Если вспомнить То же самое Рапид Да Особо Особо Ничего и не добавишь По большому счету Вроде бы Все они Да Сопоставляются Версии Не то Чтобы я хотел Устроить Настоящее сравнение Но тем не менее Спрашивают Что взять Солярис Или Рапид Есть отличия Во первых Конечно Солярис Он экономичнее Он намного Черт возьми Экономичнее Обе машины Были новые Но здесь Расход Совершенно другой Ну Хёнда Как то Да Поспокойнее Потребляет Топливо И едет Быстрее Намного Рапид 13.7 Едет Да Эта машина Едет 11.2 По паспорту 11.5 Там 11.4 По моим замерам Ну Полторы секунды Это много реально Так что Динамика Вам сюда В Хёнде Как то не удивительно Но это предельная версия Мощнее не будет Ну а Рапид Бывает еще И с ТСГ Да Так что Любителям драйва Наверное туда Давайте посмотрим Режим D Как видите Никаких возможностей Изменить Вождение Нет Поехали Кстати Как вам новое Подать приборов Ничего Да Сделали Мне то Что Кажется Вполне Хорошо Есть возможность Повыбирать Есть даже Темы разные Что удивительно То есть Тема B Тема C Особо Ни на что Не влияет Да Чуть-чуть Меняется Но может Кому-то Будет Поинтереснее Кому-то Будет Повеселее Вот мои Расходы Да 8991 Норм Есть Кстати Шахматные Истории Чтобы было Круто Да На тебе Попробую Остро Кстати Остро Нет Тупо Никакой Либо Автомат Не бережет Двигатель Да Обычно Это Эко Задержка Так называемая Или просто Для того Чтобы Скрадывать 300 метров Поверните Налево На дорогу Осенью Островская Улица Вот На удивление Но Резок по педалям Солярис Отзыв приятен Да Думаешь Ничего себе То есть Спорт режим Особо не нужен Да То есть Придавливаешь И поехал Есть еще Кикдаун Ничего так Да Действительно Плавно И спора Не занудно А вот именно Плавно И спора Это Хорошо Двигаемся Мы дальше Пройдем Сейчас По парку Посмотрим Как За 4000 Уже Прям Активная Истерика У двигателя По другому Не сказать Но Тянет Но тянет Без вопросов Выкручивает Все свои силы Форсировка Удачная Напомню Что 1.8 У Веста Развивает Столько же сил Это победа Корейской Инженерной Мысли Простите Комар Мне там Бьется Внутри Не очень Не очень Здорово С ним Внутри Ездить Но Приходится Приходится Все в один День Компоновать И выдавать Такой результат Надеюсь Что В любом случае Вам понравится Для того Чтобы оценить Автомобиль Солнце Долой Поворачиваем В гражданских Режимах Все хорошо Смягченный Солярис Вообще Отличался Всегда Повышенной Плавной Стехода Ныне Небольших Неровностях В этом В отличие От В свое время Логана Который Получался Дубовость С жесткостью Подвески Но Можно было Дубасить Солярис Дубасить Было Нельзя А то Было Плавнее Приятнее Аккуратнее Здесь Плавность Отправить Трансформировалась Дубас Солярис Небольших 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 Дорога Небольших На эту Историю Будем Давить Шриф Хенда И Делают Больше Стерильности Да Потому что Машина Не дает Желание Зуда Педаль В пол Давить А ну Как Было Так и Осталось При этом Вроде Бо Двигатель Может Педаль В пол Пошел Да Есть Мощь Да Ох В 6 С лишним Ты Чего Да Но Нет Этого Зуда Да То есть Поспокойнее И поэтому Расход Не такой Высокий Потому что Тут же Автомат Плавно Отправляет Передачи Вверх До 6 И Спокойно Едешь Да То есть При этом Ни рывков Ничего Вот после Кулрэя Я катаю Как раз Вернее В разрез Кулрэя Катаю Солярис Плавнее Машина От края На плавнее Да Не мягче Кстати Но Плавнее Что удивительно В общем Кулрэя Очень мягкий Автомобиль В свою очередь Здесь же У нас Да Связка Классическая 1.6 Плюс Автомат Многие Именно из-за этого Хенда Выберут Потому что Будут уверены В том Что Работает Она Корректно Долго И корректно Не зря В такси Любимый Автомобиль А таксисты Выбирают То что Ездит Долго И бесконечно Это у нас Сейчас настоящая История Хенда Ну и стоит При этом доступно Вот такие вот Момент Друзья Ржублен И получился тест Но Технически К сожалению Не получилось У меня его В один присед Снять Кончилась Энергия Но зато У меня было Комару Комары Не везде Комары Летите отсюда Вот Кровопийца Чувак На штраф Попал Лупит Камера Туда Лупит Камеру Сюда А мы Даем Педаль В пол На Хюнде Соляю Все Тройное Ну Здесь Можно Пожурить За что Великовата Зона Непрещаемая Можно было Некрасиво Заваливать Сюда Была Неравномерная Но предпочитают На неправильной Линии Для красоты Я так понимаю Плюс еще есть Эффект Когда На высокой Скорость Если Доводить До стойки Там Эдомические Завюхли Начинаются И Поднимает Конец Стеклощития Такой Эффект Эдомический Поэтому Лучше Вовремя Остановиться Чем потом Потерять Эффективность Здесь Какие-то Следы Поставить Все Взаимосвязано Есть Обоснования По крайней мере Современные Автомобили Они По сути Делаются Реально Профессионалами И С разных Совершенно С разных Точек зрения Такие вот Дела Еще Одно Что не показал Камеру Не показал Надеюсь Сейчас получится Где-нибудь Это сделать Машина Камера И при этом Камера С направляющей О Камера С направляющей Это хорошо Это приятно Потому что Того же Рапида Нет Мы вдобавок Добавлим Ну и скажешь Ну давай Там Про Рапид Что-то говорил Еще что-нибудь Скажи Скажу На мой взгляд Рапидовское Исполнение Салона По Пожестче Наверное Пожестче Пожестче Не в плане Пластика Здесь Он тоже Жесткий Б-глаз Что вы хотите Интересно Здесь такой Обычный Дефлектор А здесь Красивый Тоже Забавно Сделано Перепады Вот какого-то Зуда Здесь Какие-то Подзвуки Скажем так Возникают Порой В определенных Типах неровностей Но не Спереди Здесь все Стабильно Четко А вот где-то Деремей Какие-то Такие Звуки Их причем Не будет слышно На микрофоне Но ты слышишь Ухом Человек Он более Избирателен И порой Какие-то Шумы Чувствуют Так что Чехия В этом плане Чуть-чуть Чуть-чуть Да Почетче Собирают Опять же Наши ребят Собирают Ну Или может В этой версии Такая история Мое личное наблюдение Может быть Не прав Но Вам всегда Рассказываю Про какие-то Моменты Про какие-то Аспекты Связанные С ощущением Автомобиля Полностью Без Вот так Ну вот Вся Ох Здорово Удивление Работает Тут же Мгновенно Отлик по мотору Отлетает в красную зону Для того Чтобы дать максимум тяги Хорошо Хорошо настроено Плавно И хорошо Кстати здесь Нет подсветки Причем А есть Зеркало А здесь Даже крышечки нет Ну Оптимизирует Тоже Оптимизирует Молодцы Видимо Чтобы водитель Не пугался Ко так делает Себя видимо Ну Может быть Для этого Не знаю Такой вот Тест драйв Больше на эмоцию Я всегда люблю Да Поговорить Больше Чем Какие-то факты Черт Эти факты Сами можете Сюда посмотреть Главное Как ты машину Ощущаешь Как она едет По именно Отлику По ее задору По назначению Гробу говоря Потому что Вроде бы Все автомобили Одинаковые Но как и удивительно Разные Ну как женщины Да Ну по-моему Мужчин предпочитает Там Или другие Гендеры Ну вот Сами там Похожи Но разные И это разное Главное найти Это разное Главное Опознать И понять Как и в случае С выбором партнера По жизни Чем ты готов пожертвовать А что тебе Принципиально важно Ну Все желательно Конечно К идеалу Пытаются дойти Но идеал Мы знаем Мне кажется Нигде не достижим И Это конечно печально Но зато Достижимая Покупка автомобиля Хенде В автоспеццентре Внуково Вперед Мы туда кстати едем Автомобиль Ох я мимо Мимо проехал Засмотрелся я Вот ща будет Ща будет беда Впереди закрыта дорога Что за Что за фигня Ну ладно Удобно конечно Apple CarPlay Android Auto Кто хочет Яндекс Пожалуйста Смотрите Опять же На трассу Там Без разрывов Я все снял В общем Выбирайте Hyundai Стало лучше Чем Дорестан Что логично Но некоторые Аспекты связаны Именно там С драйвом Они остались прежними Машина преимущественна Для комфорта Не для получения Удовольствия От вождения В том Скажем так Драйверском смысле Но он В современных реалиях Не так уж и нужен К сожалению Наверное Или к счастью Для кого-то Да Потому что Камеры бдят Быстро вам все равно Ездить И негде А для того Чтобы Задел по обгону Сделать Или как-то С очень необходимостью Прибавить Здесь все норм Мотор мощнее Сюда не просится Грубо говоря Вот такие вот Мои мысли Ну я с вами прощаюсь Пока Такой вот Комбо Комбо рассказ Про Hyundai Solaris Или Hyundai Solaris Как говорят Не могу Прекратить беседу С вами Мне очень нравится Это мне По душе А вот и Финальная часть История Толкался Толкался По пробкам И доехал Наконец-то Это было нелегко Это было сложно И буду сейчас Автомобиль сдавать Обещал вам Показать Камеру заднего вида И еще одна опция Которая осталась Незамечена Кстати Ни разу не свернул А ведь это тоже Как говорят Новинка Это приятно Это здорово Возможность Сложить зеркала Она конечно Хороша Так что Друзья Имейте это ввиду Ну а я подъезжаю В месту Сдачи Автомобиля Было достаточно Плотно Интересный тест Сейчас будем Заезжать Назад Соответственно Так Хоп Камера заднего вида Смотрите И тут По Шкоде Удар такой Бабах Вот Хенда Может В рисовании Линей Почему Шкода Решила Пожмотиться На эту Программную функцию Я не знаю Удобно Понятно Куда ты едешь Это хорошо Это здорово Ну а это С вами Друзья Прощаюсь В член раз Рекомендую Обращаться В Хенда Автоспидцентр Внуково Вам сюда Друзья На этом Пока Закончили 9.1 За 5 часов Езды Вот столько Я 7 примерно Накатал Было неплохо Пока